Привет из Таиланда! Сегодня хотелось бы рассказать, как мне удалось избавиться от прыщей в Таиланде. На самом деле, кто приезжает в Таиланд ненадолго, наверное, не сталкивался никогда с такой проблемой, как прыщи. Но те, кто остаются в Таиланде надолго, на месяц, на два, на три, на зимовку, наверняка сталкивались с тем, что начинается высыпание на лице, на теле, и я тоже много лет не могла никак справиться с этой проблемой, несмотря на всю красоту здесь, на солнце, на фрукты, на море, когда лицо всё в прыщах, хочется скорее уехать домой. Это очень сильно портит настроение. И много лет я искала решение этой проблемы. Аптичные всякие средства от прыщей, крема, лосьоны, всё, что продаётся, они как бы только химическим путём блокируют вот это воспаление, но не устраняют причину. И вот, наконец-то, за несколько лет я смогла выработать систему мер для себя, чтобы, наконец-то, моё лицо стало без прыщей. И это реально помогает. Хочу с вами поделиться. Итак, первое – это правила, которые нужно выполнять каждый день. Они простые и банальные, многие о них знают, но в Таиланде они особенно актуальны. Это не трогать лицо руками, не давить прыщи, потому что, допустим, если вы в России выдавите прыщик, возможно, у вас будет небольшое воспаление, но в Таиланде тут совсем другая среда, другие бактерии. И тут, если вы выдавите прыщик, может быть очень сильное воспаление. И потом вот это красное пятно, постакне, может проходить месяц, допустим, его будет видно. Также, как для себя, я нашла такое правило, как умываться после купания в море. Когда вы купаетесь в солёной воде, солёная вода раздражает кожу лица. И просто возьмите за правило брать с собой бутылочку воды, просто из-под крана, и после купания в море умываться. Кожа будет чувствовать себя намного лучше, намного комфортнее, соль не будет ничего щипать. И это уже уменьшит раздражение и появление прыщей на лице. Также, что сразу уменьшает появление прыщей на лице, это после умывания любого пользоваться просто одноразовыми салфетками бумажными для лица. Здесь в Таиланде продаются в разных весёлых лакоковках. Вот специально называются белые салфетки для лица. Здесь просто бумажные мягкие салфеточки. И после любого умывания, если вы вытираете лицо такими салфетками, на них они абсолютно чистые, на них нет бактерий. И это уже помогает. Если же вы пользуетесь полотенцами, которые в Таиланде во влажном климате часто не просыхают, в них также накапливается влага, накапливаются бактерии, это также может провоцировать появление воспалений. Если, конечно, у вас нет возможности каждый день стирать полотенце и вытираться, каждый день идеально чистым, свежим полотенцем для лица, лучше потратьте совсем немного денег и воспользуйтесь одноразовыми салфетками для лица. Далее расскажу про основное правило, которое мне помогло избавиться от прыщей. Это умывание при помощи такой щёточки для лица. У этих щёточек очень много разных моделей, но суть в чём? Когда мы умываемся просто ладошкой, умываем лицо просто руками и каким-то средством, то мы не вычищаем поры. И все те загрязнения, кожное сало вместе с бактериями, с грязью, которая была в порах, оно там так и остаётся. Щёточка же для лица, она вычищает именно поры. И после того, как вы попробуете умываться такой щёточкой, вы заметите, что это совсем другой эффект от умывания. Кожа намного более чистая, она становится более гладкая, и лучше смывается макияж, лучше смывается загрязнение. То есть ощущение чистоты намного более явное, чем просто после умывания ладошками обычным способом. Таких щёточек очень много модификаций. Вы можете выбрать для себя, какая вам понравится. У меня она просто вот так вращается, бывают вибрирующие щёточки. Единственное, на что нужно обратить внимание при выборе, что щетинка должна быть мягкая, не жёсткая. И даже когда вы пробуете на руке, вам кажется, что она может быть даже слишком мягкая, то для лица это будет нормально, потому что на лице кожа более чувствительная. Если вы возьмёте щёточку жестковатую, вы не сможете ей пользоваться каждый день, потому что она будет как скраб, как жёсткий скраб восприниматься в вашей коже. Здесь важно выбрать такую щёточку, чтобы в Таиланде именно вы могли пользоваться ей каждый день, несколько раз в день. Я подобрала себе такую, у меня есть такой вариант. И сменная насадка с ещё более мягкой щетинкой. Я умываюсь такой щёточкой утром и вечером, то есть два раза в день. И это помогает мне держать мои поры чистыми, и вследствие этого прыщи не появляются. Также я открыла для себя очищающие свойства дегтярного мыла. Как ни странно, я всегда так скептически к нему относилась, но оно тоже действительно помогает предотвращать воспаление на лице. Не пугайтесь, дегтярное мыло бывает разное. Помогает, в принципе, вот тот компонент основной – это дёготь, содержащийся в мыле. Есть, конечно, мыло, которое не совсем стоит 20 рублей, продаётся в любом магазине, в хозяйственном, в супермаркете. Там содержится дёготь, и оно помогает также от прыщей, но в нём очень жёсткая, агрессивная мыльная основа, которая сушит кожу. Я вот нашла для себя мыло с содержанием дёгтя, полностью натуральное, полностью на растительных ингредиентах, которое подходит для лица, для волос и для тела, оно совершенно не сушит кожу. Я заказываю такое мыло на сайте Секрет Востока. Под видео оставлю ссылку. Ну, мне кажется, что в этом мыле небольшое содержание дёгтя. И я для Таиланда себе делаю из этого мыла дегтярное с большим содержанием дёгтя. То есть я его растапливаю на паровой бане и добавляю дёготь. Заливаю формочку, и оно застывает обратно. Таким образом, этим мылом я пользуюсь. Оно также хорошо смывает макияж и любые загрязнения, и дополнительно действует на предотвращение появления воспалений и прыщей на лице. Также, кроме этого всего, в Таиланде важно хотя бы раз в неделю распаривать кожу лица и тела и делать скраб лица и маску. Про нашу импровизированную ванну в Таиланде у нас уже есть видео. Можете посмотреть, как жить в Таиланде и принимать ванну, если даже в вашей комнате её нет. Но даже если у вас нет возможности принять ванну, то просто нагрейте в тазике или в тарелочке воды, опустите туда лицо и дождитесь, пока лицо распарится хорошо. Затем нужно сделать скраб. Можно сделать любой скраб, которым вы пользуетесь. Но я пользуюсь вместо скраба обычной содой. Тоже здесь можно купить в любом практически магазине. Хлебопекарная сода стоит 20 бат. Она имеет мелкие частички и очень хорошо очищает, не травмирует кожу. И далее я делаю маску из голубой глины с добавлением нескольких капель масла чайного дерева. Масло чайного дерева, кстати, полезно добавлять также при склонности к прыщам в ваши кремы, лосьоны для обогащения, что будет также работать как антибактериальный, противовоспалительный компонент. Много я всего наговорила, но тема, мне кажется, очень важная, очень актуальная. Многие в Таиланде мучаются с прыщами. Сейчас еще кратенько по пунктам проговорю, чтобы ничего вы не забыли. Какие правила важно выполнять, чтобы не было прыщей? Во-первых, не трогать лицо руками в течение дня. Во-вторых, не давить прыщи. Умываться после купания в соленой воде, смывать воду пресной водой с лица. Пользоваться чистыми бумажными салфетками после умывания. Использовать для лица щеточку. И можете использовать ее для умывания с вашим обычным средством. Но я использую с дегтярным мылом. Это будет эффективнее. Хотя бы раз в неделю распаривать лицо, делать скраб и наносить очищающую маску. Также добавлять масло чайного дерева, ваши кремы и лосьоны, которыми вы пользуетесь, которые вам подходят. Вот эта система мер, она 100% поможет вам либо избавиться от прыщей в Таиланде, кстати, не только в Таиланде, если они вас беспокоят и в вашей родной стране также, либо уменьшить их появление. Я надеюсь, что это видео будет полезно. И если хотя бы кому-то оно поможет избавиться от прыщей и наслаждаться тайским климатом, всеми тайскими красотами, при этом с чистой, красивой кожей, значит, это видео было снято не зря. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok